Примерно в этом возрасте я попал впервые на футбол. Играл Металлург Магнитогорск и Московская Динамо. В воротах стоял Лев Яшин. После матча он подарил свои перчатки моему приятелю по фамилии Башко, которого после этого все стали уважительно называть Голова. Тогда, в начале 60-х, записаться в футбольную секцию было делом просто немыслимым. А мастера Металлурга, Малаев, Щетинин, Тулыгин, Сумароков, Кожухов, Слюнченко были просто олимпийские боги. У этих 11-летних иная судьба. Они выбрали футбол из множества видов спорта. И некоторые из них наверняка в нем останутся, как это сделали отцы. Я хочу сыграть таким, как папа, таким же хорошим футболистом и поддержать честь мактогорского футбола. Поводом для приезда в специализированную детско-юношескую школу Олимпийского резерва номер 4 стало ошеломляющее известие о том, что мактогорские мальчишки обыграли на турнире ряд германских команд и привезли домой два замечательных кубка. Шестой международный турнир по счету. И первый раз участвовали русские. А что за кубки? О, это кубки памятные, действительно красивые. Первый кубок за первое-второе место, а второй за лучшую оборону. Мы пропустили один мяч и нам дали кубок за лучшую оборону и за справедливую игру. Кто оплатил поездку? Ну и раньше приходило много положений на соревнования. Мы участники первенства России. Ну и каждый месяц, наверное, присылают фирмы нам, предоставляя турниры какие-то за границей. Ну и здесь мы считали, что это тоже просто очередное приглашение. Хотя по линии уже городов по-братиму Бранденбург-Магнитогорск. Но когда уже из телепередачи магнитогорского телевидения услышали из уст Аникушина Виктора Георгиевича, который только заступил мэра Магнитогорска, что в такое сложное время он будет на всем экономить, но детишки обязательно посетят. Как же так, подумалось нам. Юными талантами магнитка не обижена. Руководство города к футболу благоволит, сами слышали. Что же мешает Магнитогорску иметь приличную команду, хотя бы уровня нынешнего Камаза или Уралмаша, которые когда-то были ровнее и магнитогорцам, и челябинцам? Получается так, что в таком вот возрасте младенческом мы Германию прибиваем на их полях, а вот вырастаем, и у нас нет нормальной команды мастеров в городе. Почему? Ну, сложный вопрос. Магнитогорск, наверное, один из немногих городов на Урале, который имеет две команды мастеров. Выпускников хватает на две команды, еще укрепляем другие регионы. А по большому счету, наверное, не можем просто распорядиться на выходе. Только за последние три года с появлением футбольного клуба «Метизник» как-то стройная система на договорной основе выработалась. Школа «Метизник» в этом году с «Металлургом» встретились, с главным тренером, и определили, наверное, толчок будет. Главная команда Магнитогорска, конечно, должна играть не во второй лиге. За годы без времени, когда команды мастеров управляли варяги, место которым – обществе анонимных алкоголиков, Магнитогорский футбол потерял болельщиков окончательно. Сейчас группа энтузиастов, практически без поддержки промышленных гигантов, пытается в основном на муниципальные деньги восстановить утраченный авторитет. И самое обидное – футбол-то жив на магнитке. Вон сколько собиралось ребят на заснеженном поле во время турнира памяти Феликса Мирского. А «Морозы» в эти январские дни стояли под 30. Играли и нынешние, и бывшие любители кожаного мяча. Так что же мешает создать на магнитке команду, способную выползти из болота второй лиги, где играют бедолаги из городов, которые обозначены не на всех географических картах России? – Я бы отдал тебя только торпедовцам, больше никому, честно говоря. – Не, моя душа лежит в другой команде. – Какая? – Правильно, «Локомотив» в Москве. – А «Локомотив»? – Да. – А вот 05 с Баварии ничего тебе не убивает? – Убивает. – Убивает? – Ну, я знаю, что там забивать некому. – Ты можешь по «Росгариным» работать, да? – Можно даже и так. – Тогда? – Конечно. – Летом Князев действительно мечтал о московском «Локомотиве». Но его избрала «Динамо», за которое он забил уже два гола в двух играх. Князев вырос в этих стенах, и примером для него наверняка служил директор школы Александр Васильевич Кукушкин, который, закончив в Питере финансовый институт и поиграв за «Зенит», вернулся в Магнитогорск, потому что здесь была команда. Потом эту команду московский тренер Козлов довел до высот, когда «Металлург» на Кубок СССР забивал Волоградскому ротору по три мяча в сухую. А нападающего Сашу Антонова советские тренеры сравнивали с звездой датского футбола Элкиайером. Вот какая команда была перед глазами у семилетнего Князева. А с кого брать пример этим пацанам с пока еще горящими глазами? Как ты учишься, Антон? Ну, я учусь отлично, и футбол мне не мешает, а даже иногда и помогает, как бы, расслабиться от учебы. А учеба помогает расслабиться от футбола. Что, ни одной четверки, что ли? Нет. Кто играет в нашей группе на чемпионате Европы? На чемпионате Европы у нас попала команда Италия, Германия, Чехословакия и Россия. Но судя по последней поездке, к Германию можно не бояться, да ведь? Конечно, мы сильнее их физически и технически. У нас попалась в группе были команды, это был Стендаль и Фортуна из Магдебурга, наша команда и Бранденбург-2. В другой группе были команды Бранденбург-1, Найштерлиц, Ханешер и польская команда. В своей группе мы заняли первое место, ну, не было таких уж важных соперников. У них там без поражения прошел Бранденбург-1. Ну, и в финале у нас была ничья, и только по пенальце мы немного уступили. Ты забил в пенальце? Я не бил. А кто бил? Ты бил ведь? Нет. А кто забил? Никто.